Три искусства миллионеров и миллиардеров. Первое. Заработанные деньги превращай в пассивный доход. Заработанные деньги превращай в пассивный доход. Внимание обратите. Если вы посмотрите историю любого, кто стал миллионером, любого, кто стал миллиардером, они делали то же сами. Они заработали. Кто из вас знает историю миллионеров, миллиардеров, которые изначально не были богатыми? Слышали, читали, согласны? Знаете, эти люди смогли это сделать. Значит, это реально. Значит, это возможно. Почему это возможно? Потому что у них тоже 24 часа в сутки время. Потому что они тоже живут 60 лет, 70 лет, и они живут в наши времена, когда мы с вами в тех же законах. Внимание обратите. Одно из... Именно вот, когда вы найдете вот это искусство, первое. Заработанные деньги превращают в пассивный доход. Что мы делим с вами? Мы этим не занимаемся. Мы зарабатываем деньги, их расходуем. А почему мы не понимаем, что надо пассивный доход или каким-то образом заставить их работать? Мы хотим этого. Мы хотим. Но мы не готовы выкладывать в это время, чтобы этого изучать. Я иногда задаю людям такой вопрос. Сколько часов времени вы выделили для того, чтобы знать о деньгах? Люди говорят, ноль. Люди говорят, ноль. Это правда. Но если вы работали бухгальтером, вы знаете, как бухгальтере вести. Если вы работаете, скажем, врачом, вы знаете, как быть врачом. Вы согласны, что если хочешь элементарной еду готовить, несколько часов времени надо выбрать для этого? Вот это очень важный момент. Теперь внимание обратите. Первое искусство, заработанные деньги превращаем в что? Спасибо. Второе искусство. Время используй как рычаг. Время используй как рычаг. Это что значит время используй как рычаг? Самое важное, самое важное в жизни надо стараться больше время иметь. Больше время иметь. Жизнь ограничена, ты не успеешь. Кто меня сейчас понял? Нет, нет, нет. Не больше свободное время. Там много стратегий. Я к этому еще приду. Когда мы сейчас говорим, я сейчас говорю, что время используй как рычаг. Каждый из вас его воспринимал, как вы готовы понимать. На своем уровне. Вы его сегодня воспринимайте так. Через год по-другому. Через пять лет совсем по-другому. Вы его ловили? Когда вы дойдете до уровня миллионера, у вас восприятие будет совсем другое. Время используй как рычаг. Это что значит? Старайся, чтобы время работало на тебя. Старайся, чтобы у тебя было больше время. Больше время. Я повторю, больше время. Это второе искусство, которое я понял. Семь лет назад было это. Я сидел, задумался. Я посмотрел, что делают успешные люди. Они покупают время других людей. Они, смотрите, чтобы это понимать, очень вот так надо подойти к этому. Например, когда дело касается выбора между деньги и время, успешные люди всегда выбирают время. Они платят деньги, освобождают себя. Кто меня понял? Они всегда стараются увеличить время. Чем больше ты увеличиваешь время, тем больше у тебя шансов. Ребята, шелкнуло в голове. Вот такой вот так произошло. Это очень важно. Поэтому обычные средние люди, человек, который имеет среднее мышление, что он делает? Он начинает накопить деньги. А богатость, когда ты хочешь стать, накопи время. У тебя должно быть больше времени. Третье искусство, которое я понял, третье искусство, это что? Внимание. Внимание. Сейчас скажу очень важную вещь. Не питайся много иметь денег, а питайся иметь много возможностей. Создавай возможности. Внимание, стоп. Стоп, стоп, стоп. Это очень тяжело понимать, ребята. Если вы его сейчас не поймете, она останется у вас как в виде просто слова. Внимание. Не питайся. Не питайся. Просто иметь много денег. А питайся создавать для себя много возможностей. Возможности под этим, что я имею в виду? Много стратегия. Много возможностей, где ты мог бы делать разный вид денег. Не в деньгах самосуд, а в возможности суд. Смотрите, внимание. Если ты потеряешь даже деньги, а у тебя эти возможности, если есть, у тебя она снова и снова появляется. Кто мне понял? Деланы в деньгах. А люди, которые пытались много собрать деньги, деньги потеряли. Все. Они не создавали себе возможности. Они много времени трянуть, чтобы снова накопить эту сумму. Иногда, если человеку за 40 лет или за 50, почти не успеет. Он уже просто не успеет. Снова эту сумму накопить. Главный механизм бизнеса – это умение создавать спрос. Запомните, вот создавать спрос – большой роль играет. Много людей не умеют создавать спрос, поэтому у них бизнес не идет. Мне задают вопросы, говорят, «Довлатов, у нас хорошая продукция, классные вещи, ну, продажа слабая». Это потому, что они не умеют создавать спрос. Нет маркетинга. Правую руку поднимем, повторим за мной. Если у вас нет маркетинга, бизнес все равно умрет. Бизнес все равно умрет. Если вы сейчас прибыльны, медленно будут умирают. Медленно будут умирают. Вы мне поняли, да? То есть, если у вас не будет маркетинга, я гарантировал, бизнес все равно умрет. Но если вы даже сейчас прибыльны и номер один, просто медленно умираешь. Все равно умрешь. Потому что без маркетинга далеко не пойдешь. Очень важно научиться создавать спрос. Хорошо? И постоянно маркетинг, постоянно изучать, постоянно создавать спрос. 93% своей жизненной цикле любой продукции лежит. Бездействие лежит. Даже если ходовый. Он лежит, любой продукт, он лежит. Где-то лежит, даже клиент покупает, дома лежит, не носите его. Вы понимаете, 23% времени продукции, любой продукции, он лежит. Твоя задача сделать так, чтобы у тебя он меньше всего лежал. Кто понял? Чем больше времени он у тебя лежит, тем дороже обойдется. Потому что месяц прошел, ты кушал, инфляция идет, жизнь подорожает, аренда идут, налоги идут. А ты думаешь, блин, надо же, что-то прибыло мало. Все прибыли на товарах стоят. И самое интересное, люди товар калькулятором читают, думают, что это деньги. Да, они воспринимают, что это деньги. Это еще не факт, что ты его можешь обналичить. А вы знаете, что сотрудника увольнять тоже надо уметь? Это очень бы основная проблема. Потому что, если неправильно увольняете, он шантажирует вас. Понимаете? Это станет тоже большая проблема. Надо уметь увольнять. Смотрите, послушайте мне внимательно. Я сейчас буду говорить, как увольнять, потом скажу, как надо делать. Чтобы опыт остался в компании. Важный момент. Поехали. Как грамотно уволить сотрудника? Увольнение сотрудников обычно подразумевает несколько сложностей. Это эмоциональное, это юридическое, это функциональное. Согласны? То есть получается, что эмоционально тяжело, давит на эмоциональное. А вот юридически, не знаешь, как правильно вообще по трудовым кодексу. Правильно ли ты так делаешь? А он может, если там чего-то, начнет диктовать тебе условия. Если еще там юридическое образование имеет, еще начнет тебе, как сказать... В любом организации с минусами, согласны? В любом организации с недостатками, какие-то недостатки. А эти люди могут шантажировать вас и опасно, и функционально. То есть получается, что иногда вы сотрудника увольняете, он работу не сделает, то есть не сдает работу. Потом вы его ищете, в течение года каждый раз звоните, а где это? Он говорит, я не знаю, он там ищет, я тому отдавал. То есть бывало такое? А это где? То есть функционально сложно, он не хочет давать, он хочет наказать организацию, которая его увольняет. Он хочет организовать, он украдет базу данных, он сломает программы. Один парень, мне говорят, у одного моего ученика, парень работал, сели, представляете, сели годы работал. И когда он такой, из этой третьей категории, и компьютер был у него, я дома делаю свою работу, туда-сюда таскать, и принесет компьютер чистыми. Ничего нет в компьютере. Он говорит, подожди, где работа? Он говорит, это была моя работа, я все удалили, пусть ваш новый сотрудник сам создает. За что тебе платили зарплату? Понимаете, да? То есть функциональные проблемы такие. Что нужно делать, как надо делать? Послушайте, мы невнимательно, сейчас на это остановимся. Внимание, когда нанимаете сотрудника на работу, на каждого пост вашей организации, на администрацию, на руководителя, на дизайнера, на, можно сказать, отдел продавцов, руководителя продавца, на офис менеджера, на всех отдельные, отдельные почты откройте, электронную почту. И эти электронные почты должны принадлежить компанию. Это означает, что все приписки должны уйти от компании. Например, иди сюда. Вот этот парень, я нанимал администратором. По продаже книг он должен, и я его почту открою, говорю, это твоя почта. И новый пароль, я ему пароль дам. Пароль я даю, не он делает. Я даю пароль, надо давать. А компания говорит, вот возьми это. То есть, это электронная почта. Смотрите, первый. Второй телефон надо отдавать. Простой какой-то не будет, рабочий телефон надо давать. Держи, самый простой телефон должен быть. Не такой, конечно. Простой телефон надо давать. И все. Внимание, это номер компании. Вся база здесь. Вся приписка там. История приписка остается там. Когда я его увольняю, иди, пожалуйста. Я ему что делаю сначала? До того, когда я его увольняю, я сначала, телефон у него же. Я сначала блокирую почту. Просто пароль поменяю. Он еще не знает, что я соберу, я его увольняю. Потом беру телефон. Получается, что все история разговора базы осталась в компании. Кто мне понял сейчас? Нельзя. Почему? Потом, это люди, клиенты знают. Этот номер клиенты знают. По этой почте клиенты общаются. Приходит новый сотрудник, открывает эту почту. Есть история разговор с другими. Он почитает, почитает эту историю. И звонит. Говорит, алло, Наташа, здравствуйте. И я теперь новый менеджер в компании. Пожалуйста, вот так. Эта история должна оставаться. Следующая вещь. Опыт должна оставаться в компании. Я его научил. Послушайте меня внимательно. Я его научил. Если он уйдет, опыт с ним уйдет. Когда нового я нанимаю, придется с нуля обучать. Но я-то платил. Я же компания тратил три года. И его обучала компания. Что я должен делать с ним, чтобы опыт остался в компании? Каждый месяц, каждый месяц надо, чтобы сотрудники, вообще-то постоянно должны вести этого, но у них всегда должно быть такое, и еженедельное заполнение. Успешные действия, неуспешные действия. Пожалуйста, запомните, это очень важный момент. Успешные действия, неуспешные действия. То есть это означает, что каждый сотрудник в своем посту, он пишет те действия, которые дают результат. То есть мои успешные действия в посту рекламного менеджера или начальника отдела продажи. И пишет, вот это, вот это я делал, она работает. А вот это, вот это делал, она не давала результат. Вот это, вот это давала результат, это не давала результат. И эти успешные действия должны собираться в центральном файле у руководства. Они однозначно должны оставаться в руководстве. Я однажды сидел, заметил, я заметил, что, вот знаете, вот что заметил? Какой-то параметр работы, что-то слабо делается, слабо делается. Никак не могу понять. У меня ощущение, что я со всеми работаю. А потом какой-то день я сидел, задумался, почему именно эти параметры не так, как мне хотелось бы. Я сидел, честно скажу, подумал внимательно, и я нашел, что последние 4 месяца я с этим областем вообще ни с кем не работал. Я сидел, думал, надо же, я ни с кем как лидер не работал, внимания не оказал. Соответственно, если я внимания не оказываю, а те, кто же думал, что все нормально. Если ты внимания не обращаешь, те думают, что все нормально. Я начал когда писать те параметры, которые произошли изменения, и пришел к выводу, что в этих параметрах было изменение, благодаря тому, что я часто работал с этими людьми, как минимум в 2 неделю один раз. А не на которые параметры, я каждую неделю работал. А в тот параметр, который я внимания не обратил, она оказалась, что как будто забитый параметр. Ну, я забывал его, она осталась так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!